здравствуйте уважаемые гости моих каналов мы продолжаем очень коротко рассматривать понятия и термины из хобби рыбалки охоты бытовые термины термин восемьдесят восьмой опарыш или личинка синей мясной мухи опарыш определение его это личинка обычной синей мухи окраска белая кремовая иногда чуть желтоватая перед окупливанием темнеет личинка очень подвижно служит хорошей нажимкой для ловли практически всех карповых и некоторых других видов рыб опарыш развивается на гниющих растительных и животных субстратах ну чаще всего конечно это мясо которое пропало существует несколько видов мух которые используют для производства опарыша получаемые от них личинки имеют разный размер а также разное время окупливания и устойчивость внешним воздействиям соответственно применяются они для разных целей виды опарыша обычный опарыш или магод от английского магод личинка мясной мухи именно этот вид опарыша встречается в продаже его размер большой вплоть до полутора сантиметров личинка имеет крепкую кожицу и долго держится на крючке довольно быстро окупливается в холодильнике хранится не более трех недель обладает отрицательной плавучестью второй тип это год зерк или гардини переводе личинка сине-черной мухи личинка мухи карпа фада га карнария личинка достигает длины двух с половиной сантиметров очень быстро окупливается является эффективной наживкой для ловли крупная рыба особенно в весеннее время приобрести такого опарыша очень проблематично следующий тип пинка с английского мизинчик переводится личинка маленькой стального цвета мухи личинка опарыша этого вида достигает размера более одного сантиметра то есть это мелкие опарыши но они очень подвижны имеют жесткую кожицу хорошо держится на крючке практически не окупливаются хранятся в холодильнике до полугода иногда даже более чем полгода 8-9 месяцев основное применение спортивная рыбная ловля и добавление в прикормку опарыш для рыбалки можно вырастить домашних условиях достаточно позаботиться о корме для синих мух все остальное муки сами произведут при этом необходимо строго соблюдать гигиенические и санитарные правила так как синие мухи это разносчики очень многих инфекций самый простой способ добыть опарыша это положить летом землю немного рыбных или мясных отходов и слегка прикрыв их целлофаном присыпать землей почвой через неделю аккуратно разрыть это место и вы вытащить пинцетом личинок подходящего для рыбалки размера их промываем в воде и помещаем в банку с отверстиями насыпав туда немного манки и творога более гигиеничен способ с использованием небольшого мини инкубатора для этого в вареном курином яйце нужно отколпать кусочек скорлупы и надо рыбать в этом месте пленку яйцо поместить хорошо проветриваем затемненное место периодически в жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять когда в яйце появятся личинки опарыша они не покинут инкубатор пока полностью не съедят его содержимое после чего личинок можно извлечь очистить и отправляться с ними на рыбалку конечно множество способов как опарыша добывать очищать опарыша следующим образом обычно очистка опарыша заключается в пропускании личинок сквозь слой суких опилок с ароматизатором но пропускание через опилки не очищает опарыша изнутри что видно по темным просвечившим полоскам на теле личинки поэтому для полной очистки после поверхностной очистки в опилках личинок следует тщательно промыть лучше всего пробовать в растворе жидкого мыла без запаха мыло можно не жалеть с личинками ничего не случится после промывки в мыльном растворе опарыша несколько раз нужно прополоскать чистой воде и просушить опять же в опилках чтобы личинки прочистились от черноты изнутри их помещают на некоторое время на 3 4 даже 5 часов тертый сыр или творог делать это нужно непосредственно перед рыбалкой в рожном субстрате опарыш очищается личинки приобретают большую упругость и лучше держатся на крючке спасибо за внимание следующее понятие которые мы с вами рассмотрим 89 термин поводок до до свидания